Своевременная выплата заработной платы работникам Егоршинского радиозавода, а главное ее честное распределение, проблема, которая напоминает о себе снова и снова. Работа специальной рабочей группы призвана нормализовать обстановку на предприятии, разрешить спорные вопросы и найти выход из сложившегося кризиса. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Вячеслав Тюменцев рассказал о нынешнем положении дел и дал оценку мерам, принимаемым для стабилизации ситуации на заводе. У нас состоялось очередное заседание рабочей группы, которую мы создали совместно с представителями Егоршинского радиозавода, прокуратуры, ФСБ, представителями администрации и представителями бывших работников Егоршинского радиозавода. Я напомню, что это у нас уже третье заседание рабочей группы. На первом заседании мы договорились о том, что работники радиозавода будут получать заработную плату. Многие уже отчаялись ее получить. Напомню, что в первом квартале этого года состоялись торги по приобретению имущественного комплекса Егоршинского радиозавода. На завод зашел новый собственник и процедура банкротства, соответственно, как и положено, начала близиться к завершению. И, соответственно, бывшие работники начали получать выплаты в рамках процедуры банкротства. Напомню, что общая сумма задолженности перед работниками была порядка 22 миллионов рублей. В рамках процедуры банкротства после продажи имущественного комплекса бывшие работники получили 5,5 миллионов рублей. И, в принципе, вся цель создания рабочей группы была в том, что бывшие работники беспокоились о том, что сумма будет погашена не полностью. Поэтому в рамках нашей рабочей группы мы договорились с новым собственником радиозавода о том, что будут осуществляться выплаты бывшим работникам за счет деятельности уже нового предприятия. Новый собственник повелся социально активно, это понятно, потому что город небольшой, и люди, которые раньше работали на заводе, сегодня же и пришли на этот завод. Новый собственник это понимает. Правительство со своей стороны помогло им с заводу сформировать пакет заказов, портфель заказов. Мы работаем сейчас в рамках его наполнения, продолжаем работать. И новый собственник, новое предприятие сегодня подало заявку, не сегодня, а на следующий момент подало заявку на получение субсидий из областного бюджета в рамках программы развития промышленности. Если эта заявка будет рассмотрена, если все будет положительно, то завод еще получит средства областного бюджета в рамках программы развития промышленности. Люди беспокоятся, мы это понимаем, поэтому мы проводим эти рабочие группы, отвечаем на накопившиеся вопросы. Сегодня у нас представитель завода доложил о том, как осуществляют выплаты, какие суммы. Значит, представители работников волнуют, все ли получают равные суммы. Последняя выплата полтора миллиона была в конце июля. Следующая выплата у нас будет 30 числа августа и следующая, соответственно, в сентябре. Вот. Ну, маленький нюанс такой, что, конечно, раз сумма, она такая постоянная выплачивается, а количество работников уменьшается, то и сумма выплат, соответственно, растет. Я напомню о том, что новое юридическое лицо приступило к деятельности. На заводе работает порядка 150 человек, сформирован портфель заказов. Завод работает, значит, портфель заказов позволяет с уверенностью смотреть будущее. И я думаю, что все будет в порядке, потому что я повторюсь, что мы внимательно, правительство области следит за этим заводом. Помогаем всем, чем можем. Значит, собственник тоже ведет себя активно. И, в принципе, я думаю, что при таком подходе, при такой совместной работе, я думаю, что все будет получаться. Ну, и администрация города, хочу отметить, тоже очень, значит, активно участвует в процессе, как в нашей рабочей группе, так и в процессе взаимодействия с заводом. Нарушения, с которыми сталкиваются работники ЕРЗ, и ситуация на радиозаводе в целом находится на постоянном контроле городской прокуратуры. Проводится постоянный надзор за исполнением законов, которые призваны как защищать пострадавших, так и наказывать виновных. Напряженная работа прокуратуры приносит свои видимые результаты. Экономическая ситуация, сложившаяся на Егоршинском радиозаводе, находится на постоянном контроле Артемовской городской прокуратуры. Нами непосредственно контролируется исполнение новым собственникам и учредителям имущественного комплекса, исполнение ранее взятых на себя обязательств по ежемесячному перечислению денежных средств добровольных, на которые направляют, соответственно, выплату заработной платы. Ориентировочно идет по полтора миллиона. Нами каждый месяц истребуются ведомости и проверяют, чтобы все люди получались в установленном порядке, чтобы все было по-честному. Помимо этого, нами также в начале лета была оценена работа конкурсного управляющего, в деятельности которой выявлены нарушения, в том числе, которые выразились в несоразмерном распределении поступающих денежных средств на выплату заработной платы. То есть, так называемая дискриминация. Это основное, а также иные нарушения. По выявленным фактам, Артемовской городской прокуратурой в отношении конкурсного управляющего Горшинского радиозавода Цуцких было вынесено постановление о возбуждении дела в административном правонарушении за нарушение законодательства при проведении процедуры банководства. Решением арбитражного суда Свердловской области наши требования удовлетворены. Конкурсный управляющий Цуцких привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Вместе с тем, в настоящее время обозначенное решение в законную силу не вступило. Но полагаю, что административный состав имеет место и данное лицо будет привлечено к ответственности. Хочется верить, что помощь и сотрудничество различных структур помогут Егоршинскому радиозаводу вновь расправить плечи. А постоянный контроль органов правопорядка станет гарантом соблюдения законности любых процессов, направленных на выравнивание курса предприятия.